Здравствуйте, друзья! С вами канал Одна Австралия и Александр Петров. Новости из Кингсон Института КОИ. Это один из наиболее важных для нас сейчас учебных заведений. Учебных заведений, которые дают хорошее образование и то, что за этим следует. Ну, у каждого свои цели. Итак, что происходило за последние дни или недели? Или скажем так, за последний промежуток времени. Первое, это то, что у нас появилось то, что я ожидал от Кингсон Института и от других учебных заведений последнее время, последние несколько лет. Мне нужны были преподаватели. Преподаватели на видео, преподаватели, которые смогли бы донести суть предмета и рассказать о себе. И примелькаться, чтобы человек мог потом хотя бы объяснить работнику департамента миграции, какой предмет он будет изучать, кто ведет этот предмет, о чем этот предмет. То есть быть ближе к учебному заведению. И, в общем-то, это дает свой результат, свой положительный результат. Или отрицательный, если вы не можете ничего этого рассказать. Слава Богу, Кингсон Институт это сделал. И вы знаете, он вообще-то один из первых, потому что и лекторы не хотят себя связывать с одним учебным заведением, и учебные заведения не хотят себя связывать с лекторами. Впрочем, как и с агентами, и агенты с учебными заведениями. Если нет сердечного согласия между всеми заинтересованными сторонами, а оно должно быть, и теперь оно есть. Так что первые четыре лектора прошу любить и жаловать. Раскрутка происходит, раскрутка ВИП-агентов. Ну, один из них ваш покорный слуга. То есть на украинском и российском рынке подавляющее большинство студентов, ну не все, конечно, приехали со мной. И поэтому я считаюсь ВИП-агентом. Кингсон институт проводит политику сейчас больше раскручивания именно агентов, как представителей учебного заведения. И я думаю, что есть плюсы и есть минусы. Плюсы то, что режим доверия улучшается, наделяются агенты полномочиями, в общем-то, представлять учебное заведение. Но, как бы, они должны это делать правильно и достойно. И есть определенные риски и с той, и с другой стороны. Мне лично не нравится, когда учебные заведения очень зависят от агентов. Я об этом писал, в общем-то, академическую работу. Я об этом говорил на всех форумах, где выступал, скажем так. И я об этом говорил неоднократно и на своем форуме, на электронных ресурсах, группах и в Ютубе. И не устану повторять, что есть определенные опасности. В то же время, когда такие полномочия есть, и когда агент может выступать и выражать интерес учебного заведения, это привязывает агента к этому учебному заведению, наоборот. И, соответственно, это выглядит лучше, в том числе и в всяких миссиях, и посольствах, и представительствах Департамента иммиграции. Поэтому смотрите сами, что вам больше нравится, но так вот оно и есть. Сейчас будут проводиться национальные этнические выставки, ролики, презентации, ставятся статьи и так далее, и так далее. Мы сейчас сегодня, вот поэтому я, наверное, такой праздничный, мы делаем ролики и делаем встречу, посвященную Дню независимости Украины, то есть какой-то национальный праздник. Вот, соответственно, мы рады за наших украинцев. Нас уже осталось, украинских студентов, не так много. И печально, когда люди не могут прийти, когда они находят более важные дела. Но, опять-таки, все все прекрасно понимают. Но я думаю, что сегодня будет весело, неплохо. И я ожидаю, что такая же встреча произойдет и со студентами из России. У Кингсон-Института особые отношения и с посольством Украины, и с Генконсульством России. Это очень сложное дело, скажем так. И не с каждым учебным заведением будут работать дипмиссии. И мы заслужили этого. Мы, наверное, по крайней мере, полгода-годом назад точно были номер один учебное заведение по презентации украинских и российских студентов у себя. Сейчас, наверное, ситуация немножко изменилась, но все равно, наверное, в лидерах. То есть точно в лидерах, но первое ли место, или там второе, третье, это уже надо просто считать. Но посмотрим. Но перспективы есть хорошие. И я думаю, что для студента это очень важно. Потому что студент может всегда говорить, я выбираю это учебное заведение, потому что, в принципе, оно рекомендовано как дружественное для моей страны. Особенно это касается Украины. Я огромная благодарность за это всем людям, которые принимали участие в том, чтобы Кингсон институт и наши ребята прозвучали на страницах посольства Украины в Канберии, в Австралии. Мне не очень нравится то, что последние веяния... Все-таки коммерциализация дает свои плоды. И эти плоды не всегда позитивны. И, к сожалению, бизнес есть бизнес. Сейчас Кингсон институт ищет возможности расширить рынки. Очень большая страна, в которой достаточно много богатых людей, это Нигерия. Но по моему опыту общения с нигерийскими студентами, я бы сказал, достаточно проблематичный народ. Потому что Нигерия живет очень бедно. Но те люди, которые приезжают, они очень богаты. Там гораздо большее расслоение на богатых и бедных. И те люди, которые богатые, они разные бывают. Но обычно эти люди, как бы, эрогант. Они не очень хороши в общении, высокомерны. И я бы не хотел, чтобы было большое представительство таких людей. Но поживем, увидим. Ну, как бы, вот вам информация к размышлению. По поводу, вот, задают вопросы, и идет спор, вообще, обучение равно иммиграции или не равно иммиграции. Вообще, давайте задумаемся над тем, какой студент лучше, который учится ради знаний или который учится ради иммиграции. Я думаю, что есть учебные заведения, которые идут на компромисс с совестью и, соответственно, вынижают планку своего образования. Я знаю, что в Кингсон институте учиться, скажем так, не так легко. И, может быть, некоторые учебные заведения, которые повернулись, в лучшем случае, нижней частью своей спины к студенту, да, там тяжело, чисто по организационным причинам. Но по качеству обучения, я сказал бы, КОИ достаточно высоко стоит. Есть учебные заведения, где люди фактически не учатся, и чего греха таить. Мы знаем таких учебных заведений, получают дипломы. Соответственно, наверное, для иммиграции это неплохо, в плане того, что ты получил эти корочки. Но я думаю, что для Кингсон института, люди, которые хотели бы иммигрировать на основе образования, эти студенты все-таки лучшие. Они лучше учатся, они понимают вообще, что предстоит им, в общем-то, и подтверждать квалификацию, и искать трудоустройство, и, соответственно, продвигаться вот именно по этой линии учебы, эмиграции профессиональные и дальнейший карьерный рост, и поэтому они учатся хорошо. Поэтому я бы хотел сказать так. Это спорный вопрос, но то, как это делает КОА, КОАА приглашает себе людей, которые я вижу. Студенты, которые хорошо учатся, это студенты, которые хотят иммигрировать. И наоборот. Поэтому в данном случае, конкретно для Кингсон института, я бы сказал, что такие студенты, которые имеют в голове желание иммигрировать, они лучше. Трудоустройство – это самое главное на данный момент. Почему? Потому что те люди, я имею в виду трудоустройство по специальности выпускников нашего учебного заведения. Потому что если люди получают такое трудоустройство, если люди могут достойно устроиться в своей сфере, в своей квалификации, эти люди являются наиболее мотивированными и эффективными студентами. Поэтому сейчас будем бросать все именно на это направление главного прорыва. То есть мы будем делать так, чтобы наши студенты знали, что получив эту квалификацию, соответственно, они смогут достойно устроиться в стране. И им не нужно будет идти на какую-нибудь стройку, куда-нибудь бассейны, куда-нибудь клинерами. То есть все то, через что проходили мы. Этим людям должны создаваться условия. Ну и эти условия создаются теми ребятами, которые, в общем-то, сами учились здесь или в других учебных заведениях в нашем проекте. И я благодарен очень многим ребятам, особенно Сергею. Я благодарен Дмитрию. Вот вчера был телефонный звонок с предложением о сотрудничестве. И я думаю, что вот это продвижение, когда люди начинают понимать, что это взаимовыгодно, это очень интересно, оно приведет к тому, что у нас будет больше трудоустройства, легче иммиграция, легче получение стажа по квалификации, то есть возможность, даже вернувшись домой, уже показать австралийское трудоустройство. И, соответственно, это намного и намного лучше. Вы должны понимать, что учебное заведение Кингсон институт является учебным заведением третьего уровня подхода, третьего уровня риска. С одной стороны, это плохо, потому что не так легко сюда поступать, и к вам будет как бы и финансово плане, и во всем остальном вас будет лучше смотреть. Но с другой стороны, я скажу так, если любой человек, в принципе, может поступить в топовое учебное заведение, если у него есть деньги, то в Кингсон институт могут поступить только люди в действительности, имеющие деньги, в действительности, имеющие знания, в действительности те, которые удовлетворяют критерию GT и G-Intemporary Entrance. И, с другой стороны, наверное, это хорошо, потому что люди, которые будут поступать сюда, должны поступать в рамках, то есть в рамках какой-то системы. Они должны объяснить, что и почему, а не идти с кондачка. Соответственно, это люди, которые уже смогут обосновать все, и это которые уже готовы тесно сотрудничать, и сотрудничают и с Кингсон институтом, и, в общем-то, со мной, как с агентом, и имеют какие-то проспекты на то, чтобы трудоустроиться. Многие ребята будут поступать в рамках соглашения между Кингсон институтом и российским, и украинским, и прочими учебными, высшими учебными заведениями, языковыми школами. То есть, это люди будут осмысленные, люди будут, которые понимают вообще, что и как делается. Поэтому, я думаю, что это неплохо, но, как бы, есть все свои контрасты, прос, поэтому надо просто понимать, о чем идет речь. Я точно знаю, что по показателю цена за качество, потому что цена абсолютно низкая в Кингсон институте. Я не видел учебных заведений, у которых бы цена была такая низкая. Близкая есть, такая низкая нет. Про качество я уже говорил очень много, потому что качество – это самое главное. И по вот этому отношению, как бы соотношению, Кингсон институт является лидером, и никто это оспаривать, я думаю, не будет. И последнее, что опять должен вернуться, что наши выпускники, наши студенты, люди, которые абитуриенты, которые сюда едут, они должны тесно сотрудничать, и слава Богу, они сотрудничают. Это помогает и нашим ребятам, которые уже нашли себя в профессии, в бизнесе. Это помогает людям, которые учатся, находить работодателя, работу. Это помогает находить выходы из достаточно сложных жизненных, учебных ситуаций, иммиграционных ситуаций, и система работает. Поэтому касса взаимопомощи, вот такая вот, грубо говоря, между нашими студентами, бывшими, будущими и нынешними, это когда ты даешь то, что ты можешь дать. Если это сразу взаимовыгодно, это хорошо. Но просто, когда, ребята, вам не сложно делать другим добро, делайте это, и вы будете за это вознаграждены. Если вам нравится канал «Одна Австралия», если или не нравится, объясняйте, почему то или другое. Активнее участвуйте в нашей деятельности. Я думаю, что вместе мы создадим тот рабочий механизм, который позволит вам приезжать сюда, вообще иметь определенные знания об Австралии. Это как минимум. Но главное, что канал направлен на тех, кто хочет здесь учиться, по равным причинам хочет учиться, и, соответственно, канал для помощи вам в этом деле. Большое спасибо. До скорых встреч. Продолжение следует...